Скажу, наверное, со стороны туроператора, лидирующего на этом рынке. Интурист все-таки был у истоков приема иностранных туристов. В прошлом году нам исполнилось 85 лет, поэтому зашли в этот наш юбилейный год с таким ожиданием неизвестного. Потому что, как вы помните, прошлый год заканчивался очень неблагоприятно и в геополитической обстановке, и в имидже России на международной арене. И, естественно, это все последовательность событий, которая произошла в прошлом году. Это и малазийский Боинг, это события на Украине, это ситуация с Крымом, санкции, антисанкции, отношение западного мира к России и, соответственно, России к западам. Мы все начинали прошлый год с резко вскочившим курсом иностранной валюты, с первыми отказами наших иностранных партнеров по туристическому потоку, по въезду. Поэтому мы не представляли, как для нас сложится этот год. Я думаю, что здесь будет общее мнение представителей туриндустрии, которые занимались въездным туризмом. Но начало было абсолютно непредсказуемо. Как поведут себя иностранцы, как поведут себя и наши иностранные партнеры. Очень много было сказано и опубликовано таких материалов, допустим, что западные туристические компании вычеркивают Россию как туристическое направление и своих брошюр рекламных. Не пропагандируют Россию, потому что это было непопулярно. Когда год начался, прежде всего то, что мы поняли, что приезжать в Россию стало дешево. Сыграл низкий курс рубля и, соответственно, низкая стоимость тура. И ближе к весне мы поняли, что картинка более-менее нормализуется. При этом произошел определенный спад туристических потоков из традиционных направлений. И хорошую компенсацию этого потока дали другие страны, другие рынки, на которых мы работаем. Абсолютно, да. Плюс уже в прошлом году, я называю уже прошлым годом, 2015, было абсолютно понятно, что идет вектор на импортозамещение и туризм внутренний в России, который долгие годы был забыт, тоже будет каким-то образом подниматься или хотя бы восстанавливаться. И то, что мы видим сегодня по результатам года, и по приему иностранных туристов, и по увеличившемуся потоку россиян, которые отдыхают в России и не уезжают за границу, мы видим абсолютно другую картинку. Ее нельзя сравнивать с 2013 годом. Ее можно каким-то образом сопоставлять больше или меньше по сравнению с 2014 годом, но 2015 абсолютно был уникальным в этом плане. И если мы в конце прошлого года могли предположить, что все ужасные события уже произошли, то то, что нам показал уходящий год, наверняка открыл какую-то новую страницу, никто не предполагал, что события произойдут в Египте с российским авиалайнером, никто не предполагал серию террористических атак в Европе и, в принципе, угрозу, и что настолько политическая нестабильность в мире повлияет, в том числе и на туристические потоки, и на поведенческие какие-то привычки туристов, как россиян, так и и иностранцев, конечно, сейчас мы понимаем, насколько это серьезно. Ну а дальше известное событие в Сирии и то, что произошло с российским СО-24. Конечно, это все события, которые запрограммировать невозможно, планировать невозможно, но они абсолютно влияют на турпотоки, и всем приходится перестраиваться в этом ключе. Подводя итоги года по рынкам, в принципе, можно сказать, что год прошел для индустрии везного туризма достаточно положительно. И мы в целом, сейчас не опубликованы еще результаты статистики 12 месяцев, но по статистике 9 месяцев можем говорить, что везной рынок вырос. И не много, но, в принципе, никто не предполагал, что такой прирост будет. И в целом, очень приятно видеть положительные цифры по общей статистике въезда иностранцев в Россию. И здесь очень правильно, наверное, будет отметить, что произошло, какое перераспределение. Если мы уже говорили о том, что традиционные рынки, которые себя зарекомендовали как хорошие страны, из которых приезжают туристы традиционные, приезжали последние 50, 30, 20 лет, в этом году произошел спад, прежде всего, с англоязычными рынками. Это США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Западная Европа. Оправдание достаточно очень простое. Имидж нашей страны именно в этих странах. И такое противостояние на политической арене, нестабильность. И даже дешевый рубль он, как и здесь, не сыграл в полную меру. Тем не менее, радует, что именно с этих рынков поток не упал в ноль. То есть было понижение где на 10%, где на 20%, где на 30%, но в принципе поток был. Изменилась только структура. Структура въезда, как я уже сказал, была компенсирована в ушедшем году азиатскими рынками. В численном выражении или финансовом? В численном, прежде всего, финансовом, не по всем рынкам. Естественно, нужно отметить лидеров по статистике приезда пересечения границы. Прочно закрепился на первом месте Китай. Долго Китай боролся с Германией. Германия исторически всегда была на первом месте. В этом году, в прошлом году, уже в 2014, Китай вышел на первое место. Скорее всего, в ближайшие несколько лет Китай будет лидировать. Это безусловно. Германия и США занимают прочно вторую и третью строчку, что не может не радовать. Все-таки с этих стран приезжают к нам туристы с разными целями, в том числе и туристические. Изменились следующие места. На четвертом месте у нас находится Турция. На пятом месте Израиль. И вроде бы страны, которым всегда была благоприятная обстановка, отмена визового режима, облегченное пересечение границы. Видите, непредсказуемая даже ситуация с Турцией. Скорее всего, пока ситуация не стабилизируется, придется какое-то время пожить без турецких туристов здесь. Если мы говорим полмиллиона китайских туристов, то первая десятка, она где-то в рамках от 10 тысяч до 60-70 тысяч прибытий. Радует Израиль, безвизовая страна. И Израиль находится у нас в одном из рейтингов по лидерам прироста. Ну и дальше все-таки приятно видеть в этой первой десятке традиционные европейские рынки. Италия, Испания, Франция, естественно, нас продолжают любить. И Россия всегда, мне кажется, для вот этих стран большой Европы, традиционно Западная Европа, всегда будет популярна. Интересная картинка с азиатскими странами. Мы видим очень хороший прирост по Японии и Гонконгу, Южная Корея. Южная Корея показала один из самых больших приростов. Два с половиной года назад был облегчен визовый режим. И, естественно, это сразу повлияло в 2014 году плюс 42%, в этом году, по-моему, где-то в районе плюс 30%, что очень положительно сказывается на потоке. Мы ожидаем определенного бума со стороны Индии, Таиланда, Вьетнама, может быть, Малайзии. Это уже говоря о планах на следующее. И вот не знаю, насколько вы осуществлены. Допустим, кто лидировал в рынке по приросту год к году? Иран. Иран показал стопроцентный рост. И вроде бы никогда Иран не рассматривался как страна, которая там может настолько быть потенциальной для России. А сегодня мы начинаем серьезно задумываться о более серьезных маркетинговых каких-то шагах. Я думаю, что тут стечение обстоятельств и временные факторы. Пришло время, экономический бум, открытие границ, изменение позиции страны на международной арене и, естественно, благоприятная политическая обстановка. Вы понимаете прекрасно, что если кто-то не дружит с Россией по каким-то причинам, то найдутся страны, которые лояльно относятся к нашей стране. И, естественно, интерес наоборот в это время. Вы видите, что происходит на политической арене. И там, где происходят встречи на высоком уровне и подписываются какие-то соглашения, они касаются абсолютно всех секторов. Это экономика, это инвестиции, это совместные проекты в любой индустрии, в топливно-энергетическом комплексе и так далее. И, естественно, это затрагивает туризм. То есть о России говорят больше, поэтому проявляется интерес. С другой стороны, в этих странах азиатских достаточно большая концентрация населения. И на определенном этапе при благоприятных экономических факторах в самой стране благосостояние населения растет. Люди начинают выезжать за границу. Естественно, прежде всего смотрят в сторону стран, которым легче добраться или ближе добраться. Россия в этом плане находится, скажем так, еще в Азии, но еще на полпути в Европу. И то, что мы наблюдаем, допустим, для азиатских туристов, те же туристы из КНР, туристы из Кореи, Японии, очень часто совмещают посещение европейских стран, пролетая, допустим, через Москву, либо Санкт-Петербург, либо уже выезжая за границу, допустим, по скандинавским странам. Естественно, не посетить Санкт-Петербург, жемчужину Балтийского региона. Это достаточно все правильно и воспринимается нормально. То, что мы видим, допустим, с Китаем, нас же связывает не только туризм. Это и огромный поток импорта-экспорта, торговля во всех сферах, совместные проекты, иногда даже сферы, которые затрагивают практически все области экономики одной или другой стороны. Поэтому туризм — это только как одна составляющая, которая вызывается этими факторами. Для таких стран, как Иран и Индия, такой северный сосед, очень удобный, комфортный, на данном этапе недорогой. Поэтому вы понимаете закрытость мира этих стран и интерес к всему новому. А то, что в России мы можем предложить, страна может предложить вещи достаточно уникальные, они рождают интерес к новому культурно-познавательному. Давайте не будем обманывать себя. Все-таки Россию не позиционируют как пляжное направление, либо как направление для автомобильного туризма. И все-таки едут сюда с культурно-познавательной исторической миссией. Недаром говорят, что... Как правило, говорят, что Россию посещают один раз, но посещают серьезно. И именно в России очень маленький процент повторных посещений, во всяком случае, до недавнего времени. Если, допустим, такие города, то, что мы называем «сити-брейк» в Европе, Берлин, Амстердам, Париж, Лондон, можно посещать огромное количество раз, и для европейцев это сделать гораздо удобнее, то Россия, ввиду определенных факторов, это и визовое ограничение, и транспортная доступность, и климат, который у нас благоприятно работает только полгода. Скорее всего, до недавнего времени была страной посещения одноразового. Если мы сравним пляжное направление, привыкает наш турист ездить в Турцию или в Египет, ему там комфортно, он понимает, чего ожидать, он будет ехать, наверное, менять одно с другим, но делать это достаточно регулярно. Здесь как раз нужно брать во внимание специфику России как туристического направления. Я тоже хотел бы несколько моментов отметить о тех стоп-факторах, скажем так, неблагоприятных условиях для роста, для посещения иностранцами России. В то же время, что нужно сделать, что можно было бы сделать, для того, чтобы этот поток был больше, и он бы рос, и восстанавливался. Но прежде всего, это визовые проблемы. Опять же, на примере тех стран, с которым достигнута хорошая, благоприятная обстановка по визовому или безвизовому, или облегченному визовому режиму, мы видим увеличение потоков. Опять же, приводим тут примеры и Южной Кореи, и всей Латинской Америки, которые я не ответил, но они входят во вторую десятку, но практически с 11 стран Латинской Америки достигнуто соглашение о безвизовом въезде. И, несмотря на расстояние, несмотря на разницу в часовом поезде, они приезжают сюда. Пока не будет каких-то прорывов с Европейским Союзом, ну, наверное, трудно ожидать там большого потока оттуда. Но если это произойдет в один момент, естественно, они поедут. Следующий момент — это авиасообщение. Все-таки страна находится на определенном удаленности от, скажем, автомобильных железнодорожных дорог. Вряд ли кто-то сегодня будет пересекать границу на поезде. Все-таки основным способом прибытия в Россию является авиаперевозка. И тут ситуация складывается таким образом, что мы становимся заложниками крупнейших аэропортов. Естественно, Москва лидирует здесь как международный хаб, безусловный лидер, поэтому это очень легко объясняет, почему все-таки практически более половины прибытия или пересечения границ у нас происходит в Москве. Я не говорю приграничный обмен, допустим, в Калининградской области или Ленинградской области или, естественно, Дальний Восток, где есть обмен с соседями. Но тут, кроме Москвы, у нас может отметиться Санкт-Петербург. Все остальное имеет абсолютно малые цифры. развитие транспортной инфраструктуры, открытие международных аэропортов, международного класса и привлечение международных перевозчиков туда может качественно сказаться на этом. Следующее это создание комфортной среды. Сегодня об этом говорят много, говорят все. Говорят как отельеры, так и представители администрации наших регионов и участники туристической индустрии. Что мы можем называть комфортной средой для пребывания иностранного туриста? Я не устаю повторять, что все-таки надо начинать сегодня с безопасности. Если иностранному туристу будет некомфортно чувствовать себя на улицах города, если он не сможет свободно выходить на улицу и чувствовать хоть какую-то опасность в плане своего пребывания, туристы сюда не поедут. Сегодня в нашем тяжелом геополитическом пространстве скорее всего эта тема достаточно актуальна. Примеры, которые мы можем привести это создание такой службы как туристическая полиция, туристические информационные центры, в Москве это уже все создано, навигация, туристическая, надписи, которые появляются на иностранных языках, всевозможная система инфокиосков, указателей, при котором иностранный турист ориентируется достаточно хорошо. Если в Москве и в Санкт-Петербурге эта работа проделана и неплохая сегодня, оба города являются достаточно комфортными и популярными среди иностранных туристов, то скорее всего в регионах России, даже в городах миллионниках нужно еще приложить достаточно усилий для того, чтобы иностранцу было бы там комфортно и удобно находиться, что немаловажно. Тема достаточно интересная в плане создания комфортной среды, потому что очень часто обращаются ко мне другим экспертам, особенно представители региональных отелей, представители туристических компаний с вопросами вот вы принимаете интурист долгие годы принимает огромные потоки иностранных туристов с разных стран. И вот что нам сейчас делать, чтобы привлечь китайских туристов, туристов из Ирана, которые высказывают интересы и они скорее всего поедут по регионам. Тут наверное нужно отметить, что так как меняется у нас структурный состав иностранцев. И если раньше все-таки потоки были более цивилизованные или менее цивилизованные, нам все-таки надо с уважением относиться к любой цивилизации и к любым привычкам, сегодня всем представителям туристической индустрии нужно научиться подстраиваться под сложившиеся обстоятельства. Нет единого стандарта, по которому нужно работать. Это относится и к отельерам, это относится и к сегменту питания ресторанам и даже пунктам городских пунктов питания, к музейной инфраструктуре, к транспорту и так далее. Массовый турист, который приезжает из какой-то страны, приезжает с целью, в нашем случае, мы уже договорились, это не пляжный с целью отдыха и не рекреационный, это культурно-познавательный, имеет определенные ожидания. И если мы не научимся подстраиваться под интересы того или иного рынка, того или иного региона, под привычки туристов, скорее всего, мы не сможем создать так называемую комфортную среду. Здесь хочу отметить несколько положительных примеров, которые, я думаю, в ближайшие несколько лет сформируются как полноценная стандартизация подобных вещей. Кстати, можете меня поздравить, буквально вчера компания Интурист Томас Кук получила сертификат China-Friendly, надо сказать, что это первый случай, мы первая компания, которая была сертифицирована согласно вот этим критериям. До этого China-Friendly развивалась по течение последних двух лет и были сертифицированы отелей и первоначально это все настраивалось для того, чтобы как-то стандартизировать по международным критериям стандартизировать пребывание иностранных туристов из Китая в отелях и это включает определенные параметры, как то наличие надписи на китайском языке, телевизионный канал на китайском языке, естественно, китайская кухня, у них есть специфика определенная и в питании, поэтому все должно подстраиваться, но в том числе и персонал, говорящий на китайском языке. И получив такой сертификат, допустим, отелю было гораздо проще позиционировать себя как China-Friendly, естественно, выбирая между China-Friendly и Not-Friendly, естественно, выбор пойдет на такой объект. И здесь всем участникам туриндустрии, которые находятся в цепочке, это и сам клиент, и турагентство, и туроператор отправляющий, туроператор принимающий. Естественно, и тот отель создается правильная абсолютная цепочка абсолютного доверия продукта, который можно продвигать и быть уверенным в том, что там будет оказана услуга. Что касается, допустим, классификации и стандартизации подобных объектов China-Friendly, так как сертификация добровольная, в принципе, я думаю, что в ближайшее время какое-то количество участников туриндустрии, которые практикуются в приеме туристов из Китая, наверное, должны пройти подобную аттестацию и в конечном итоге сертификацию. Это относится и к сегменту Тухарека, то есть ресторанный бизнес, естественно. Это и туроператорские компании, транспортные компании, ну, скорее всего, и объекты показа, потому что, когда приезжает группа китайских туристов, для того, чтобы понять, хотя бы элементарная навигация должна быть или присутствовать там гид-переводчик, который может что-то им объяснить на китайском языке. Что касается критериев, которые были предъявлены к нам, как туроператорская компания, это опыт работы на китайском направлении, у нас он, естественно, есть, это персонал, говорящий на китайском языке, у нас есть и офисные сотрудники, менеджеры по продажам, и, естественно, штат гидов, которые говорят на китайском, и рекомендации от китайских партнеров, и участие в программе безвизового обмена по приему китайских туристов. И это только сегмент China-friendly. То, что я знаю, в ближайшее время должен получить развитие следующий проект халяль-френдли. Тут, в данном случае, мы говорим о огромном пласте работы, и это, в принципе, рынок достаточно емкий азиатский регион, страны с мусульманским населением, которое, скорее всего, точно так же, как мы сейчас видим всплеск туризма из Ирана. Мы принимаем и египтян, и туристов из Иордании, и Ливана, Малайзия, Индонезия. Это все страны, где структура приема тоже должна подстраиваться. И это не только не заканчивается на халяльном питании. Мы можем говорить о определенных привычках в плане экскурсионной программы посещения соборов, мечетей и так далее. Еще одна тема. Мы сегодня сказали, Израиль у нас находится на пятом месте в графе прибытий. Не могу констатировать, что всем израильтянам, которые посещают Россию, нужно специальное кошерное питание, но такой продукт должен существовать. и естественно, если в среде туристов в туристической группе появится несколько человек, которым такое питание потребуется, или им нужно будет пойти в синагогу, то такую услугу нужно им предоставить. Сегодня нас же не удивляет, допустим, когда мы заранее регистрируемся на рейс, авиакомпании, крупнейшие авиакомпании предлагают нам несколько видов питания, и каляльное питание, и кошерное, и диетическое. и восточную кухню, и вегетарианцы. Поэтому, я думаю, в серьезных авиакомпаниях набор спецпитания может составить список из 20 всевозможных вещей. Почему сегодня это вызывает столько вопросов, когда при заявке, которая отправляется в отель, отельеры не готовы предоставить вот такой ассортимент. Поэтому, мне кажется, здесь еще непочатый край работы, непаханное поле, которое нужно нам пройти. Находимся ли мы сейчас в состоянии кризиса? Да, я думаю, что последние несколько лет у нас кризис только становится больше или меньше, но мы с честью научились выходить из ситуации. можно опуститься глубже или подняться наверх. Чем наверное Россия славится, что волнообразное состояние дел помогает нам все время сгруппироваться и выбраться из ситуации. Прошли ли мы самую низкую точку, никто не знает. Нужно всегда стараться стремиться к чему-то более устойчивому, более стабильному. Что произойдет на туристической арене? Будет расти внутренний туризм, это, по-моему, всем сегодня понятно, поэтому всем участникам индустрии относятся и к объектам показа, к объектам питания, естественно, гостиницам, туристическим компаниям, транспорту нужно перестраиваться, нужно научиться работать с россиянами, нужно научиться их принимать и соответствовать их запросам. Какой-то сегмент иностранных туристов будет продолжать падать. Я думаю, что пока ситуация не стабилизировалась, мы видим, жизнь нам приносит новые сюрпризы, отношения по каким-то причинам могут быть испорчены, пройдет какое-то время, отношения исправляются. Как положительный фактор, в 2008 году были военные действия с Грузией, вроде бы разорваны дипломатические отношения, авиаперевозка туда, сейчас ситуация немножко-немножко стабилизировалась, как во всяком случае россияне поехали в Грузию. То же самое может произойти и с странами европейского сообщества, и то же самое может произойти с Турцией, естественно, Египет. Мы находимся в непредсказуемом мире. Будет продолжать расти восток, прежде всего Китай. Страны, говорящие на китайском языке Гонконг и Тайвань будут расти. Надо обратить внимание на рынки с высоким потенциалом и с высокой концентрацией населения Япония, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам. Абсолютно не использован в достаточной мере потенциал Индии, Малайзии, Индонезии. И допустим, сегодня только сдерживает недостаточное количество авиаперевозки. То же самое относится к Ирану. Но если Иран уже поехал, то бум с Индией еще предстоит. В связи с этим нужно уметь готовиться к этому. Сегодня нужно скорее всего переориентироваться на свои маркетинговые усилия. Да, надо продолжать поддерживать традиционные европейские рынки. Нужно продолжать участвовать в туристических выставках, общаться с партнерами в этих странах для того, чтобы не потерять связь и быть готовым к восстановлению потока, восстановлению направлений. Но использовать этот момент для абсолютной переориентации на восток. И все-таки в этом случае политика нам диктует тренды следующего года. И если нужно будет научиться готовить халяльную кухню, значит нужно это делать. Если нужно научиться обеспечивать чайниками номера гостиничные для того, чтобы там комфортно было находиться туристам из Китая и переписывать меню, в том числе на китайском языке и вводить персонал с китайским языком, значит нужно это делать. Это условие, которое нам сегодня диктуется временем. Нужно ли подстраиваться под конкретный рынок? Абсолютно нет. Сегодня, когда я общаюсь с отелями, которые пытаются переориентироваться только под прием туристов из Китая, скорее всего это неправильный посыл и все-таки нужно дифференцированно относиться к любому сегменту и к любому тренду. Точно так же, как этот рынок вырос, он точно так же может опуститься. Поэтому надо стараться работать на разных направлениях, прежде всего обратить внимание на сегмент внутреннего рынка. Пойдет перекос в сторону регионов, это безусловно. Если на сегодняшний момент Москва и Санкт-Петербург являются популярнейшими направлениями, потому что есть что показать, но эти два города не резиновые. 2015 год, особенно летний период, показал, в Санкт-Петербурге было некомфортно. В Санкт-Петербурге было очень много иностранных туристов, в Санкт-Петербурге было очень много россиян и туристов, которые прибыли на круизных кораблях. Этого забывайте. Между прочим, в безвизовом формате. То есть посещение Санкт-Петербурга на 72 часа прибывшим морским транспортом, но дозволено безвиз. Поэтому, как решение проблемы, я вижу распределение потоков и интеграция региона в России в маршруты вместе с основными хабовыми городами. В данном случае тренд развития туристической инфраструктуры для внутреннего туризма, создание брендовых маршрутов может очень положительно сказаться на маршрутах и для иностранцев. Можно упомянуть хорошо отработанный маршрут «Золотое кольцо», который сегодня зарекомендовал и напомню, что интурист когда-то создавал и разрабатывал этот маршрут, который уже более 60 лет продается. Сейчас, скорее всего, придет время и такому маршруту, как «Серебряное ожерелье» на северо-западе и «Русские усадьбы», и «Царская дорога», и «Северное сияние». То есть придумано достаточно много интересных идей, сейчас нужно пришло время их реализовывать. Если мы говорим о трендах для конкретного рынка, ну вот такой маршрут, который называется «Красный туризм» или «Красный маршрут для китайцев», в котором много говорят, вряд ли его можно будет предлагать туристам из Европы или даже из Индии. Но, тем не менее, это ниша определенная. Давайте посмотрим, как она здесь сыграет. это ниша определенная. Продолжение следует...